Не забывайте поделиться этим роликом, если он был вам полезен и он вам помог. А также проверьте, подписаны ли вы на канал. А пока в основном ролике, он там планшет, Lenovo A1030, мы его прошиваем, и он будет в отдельном ролике. Я покажу вам, как можно попробовать прошить BQ VELVET 2. Это BQ 5302G. Он у нас висит на заставке, но он очень странно висит на заставке. Его уронили, тут можно увидеть, где-то тут, скол, короче, на корпусе можно увидеть. Ну, многочисленный, в общем, уронили. Он торцом ударился, и после того, как его встряхнули мозги, он ведет себя неадекватно, висит на заставке, ни в рекавере, ни в фазбуд, никуда он не заходит. Таким образом, я делал вывод, что нужно попробовать его прошить. Если прошивка не поможет, или он сдохнет в процессе, то флоштул нам ругнется, и, возможно, даже напишет, что неисправна микросхема памяти. И в таком случае она действительно будет неисправна. Реболить, менять ее никто не станет, потому что аппарат того не стоит, экономически нецелесообразен ремонт. Но мы попробуем его прошить. Я хотя бы покажу, где, как, что настроить. А так как вы прошьете этот телефон, как и любой обычный МТК-телефон, то вам понадобится моя группа в ВК. В группе ВК, ссылка есть в шапке канала, моя группа в ВК содержит все нужное для прошивки и драйвера, и флоштул. Открываем раздел файла, это менюшка, выбираем нужную ссылку, вам нужна ссылка драйвера, выделяете, копируете и переходите. ВК режет ссылки, поэтому придется копировать. То же самое делайте с программой. Открывайте. Я открою свое файловое хранилище Мега и покажу уже на его примере. Драйвера. Вам нужен раздел МТК. Выбираем вот этот файл. МТК, драйвер, автоинсталлер везде, далее-далее совсем соглашаемся. Если вдруг драйвер не ставится, по ссылке в описании есть мое видео. Как отключить проверку цифровой подписью драйверов. Отключаете, заново ставите и драйвер поставится. Убираем программы. Выбираем МТК. Выбираем флоштул. Флоштул выбираем посвежее, ну например вот 5.18. Правой кнопкой скачать. Получаем архив, программу и теперь нужна сама прошивка. Пишем нашу модель BQ пробел 5302G пробел 4PDA и качаем свою прошивку. У меня она скачана заранее, чтобы не тратить ваше время. В корне диска C создаем папку. Так вот, например, у меня папка 5. Без русских букв и без пробелов. Это вот как раз планшет Lenovo я шил. В каком-то из роликов, не знаю на каком канале, возможно на основном она появится. Открываем то, куда скачался наш архив. Вот так вот он выглядит, я его распаковал заранее. И копируем все файлы в корень диска C туда, где вы сможете все это дело найти. Можно прямо с папки загрузки в принципе. Флоштул, я тоже не буду изощряться. Это обычная программа, портативная. Везде надо что-то устанавливать, здесь ничего не надо. Она у меня, видите, и роликом с какой-то папки запускается. Вот этот у меня, по-моему, 5.17 или 5.18. Его и мы запустим. Вот так вот он выглядит. Вот это все то же самое, что на Меге. Все у меня на компьютере. Открываем 5.18. Флоштул. Ждем пока он там что-то раздуплится. Там две строчки. Ну, три возможно, нам только две нужно. Окей. В первую строчку добавляем файл mtk.on1. Он есть в папке с флоштулом. Мы попробуем сначала его. Если нет, то нужно будет другой выбрать. Во вторую строчку скаттер файл. Это нужна, для этого нужна нам прошивка. В корне диска C, в папке, куда вы все распаковали, есть mt6580, android, скаттер файл. Смотрим, чтобы стояли все галочки. Выбираем firmware upgrade. Нажимаем download и прошиваем. Теперь, если нам нужно снять FRP-блокировку. Убираем все галочки. Дальше. Открываем папку с прошивкой. Выбираем этот же самый android-скаттер файл, но просто открываем его блокнотом. Воспользуемся поиском. Найдем слово FRP. И вот у нас, пожалуйста, блок 16. Копируем вот этот адрес. Он нам сейчас понадобится. Их тут два, видите? Ну, они как бы дублируются. Еще один ниже. Первый это начало, а второй это длина блока. Возвращаемся в флоштул. Идем во вкладку формат. No format flash. Забиваем это значение, которое скопировали в первую строчку. А второе значение, длину блока, в нижнее окошечко. Нажимаем start. И в выключенном состоянии, не зажимая никаких клавиш, подключаем компьютер. Напоминаю, это FRP-блокировка. Я знаю, что человек сказал, что он свой аккаунт не помнит, но он принес, по крайней мере, коробку от телефона. Я пошарил встан, но ничего не нашел. Без документов, кстати, никакими разблокировками не занимаемся. Кому нужно просто прошить, вот эта процедура не обязательно. Просто после прошивки он может спросить, у вас старый аккаунт гуглский введете, если телефон вашей проблем не будет. Я подключаю его к компьютеру, жду. Если драйвера поставлены, пробежит полоска, так, download agent, это знаете что, это можно попробовать батарею, если человеку снова выдергиваете, втыкаете, это либо ему download agent не нравится, либо дохлая память, либо что, скорее всего, нужно зажать одну из клавиш. Попробуем зажать минус. Так, снова старт. Если нет, то мы сейчас к прошивке перейдем, а то, может быть, download agent свой нужен. И снова подключаем компьютеру с зажатым минусом. Повторяем то же самое, но с зажатым плюсом. Вот так. И зеленая галочка. С плюсом сработала. Еще можно попробовать батарейку выдернуть, воткнуть. Так, вернем галочку, как было. Вернем все галочки, выбираем firmware upgrade, нажмем download. И так, сейчас батарейку я снова дергиваю, втыкаю. Ногтей нет, без ногтей неудобно. Подключаем его снова к компьютеру. Не зажимая никаких клавиш, посмотрим, проканает прошивка или нет. Нет, он ругается, гад. Хорошо. Окей. Пробуем, теперь с плюсом пробуем. Может, теперь с плюсом не проканать, теперь, может быть, с минусом придется. Итак, снова download. Так, батарейку надо выдернуть, воткнуть. Зажимаем плюс. Подключаем к компьютеру. Так, красная полоска. Форматирование. Я все еще плюс держу, я его не отпускаю. Пошла какая-то заливка и ждем окончания. Ну, прервется, по крайней мере, он нам напишет ошибку, мы будем знать, от чего отталкиваться. Вот. Если не отвалится, ничего прошьется, то, возможно, даже включится. Но если прошьется, включится и все останется на своих местах, это будет виновата, микросхема памяти. Если прошьется и будет работать, я еще покажу, что у него там с рекавери, как туда попасть и так далее. Если нет, ну, перемотаем, да попрощаемся. Ждем. Ты смотри, он даже прошился. Чудо, не иначе. Закрываем и идем на камеру. И, как обычно, пардон, компьютер будет шуршать, потому что он склеивает вам ролик. Так, ну-ка, попробуем включить, вообще он включится или нет. И потом, пока он живой, в рекавери войдем. Заставка появилась, я батарейку на нем выдерну, воткну, не буду дальше включать. Сейчас попробуем попозже включить. Значит, я батарейку промазал, снова ставлю, зажимаю плюс, нажимаю питание, где-то там, нажимаю питание, плюсы питания, держим долго, экран загорится, питание бросим, а плюс продолжим держать. Там меню из трех строчек должно появиться. Так, оп, меню из трех строчек, кнопка громкости вверх, перемещаться, наводим на строчку рекавери и нажимаем вниз. Если выбрасывает, перезагружается, зарядите. Ждем надписи команды нет, либо самого рекавери. Если будет надписи команды нет, надо питание зажать и коротко нажать вверх. Ну ты что, долго будешь включаться? Если, кстати, долго не включается, то дело может быть также точно в прошивке, к сожалению. И даже в памяти. Что-то он не включается. Ладно, я буду без вас ждать. Короче, загорается зеленый робот, питание зажимаете, коротко нажимаете вверх, это включится рекавери, опускаетесь вниз до строчки вайп, дата, фэктор и резет, нажимаете питание, он спрашивает да-нет, выбираете из всех строчек строчку yes, он у вас сделает сброс, снова окажетесь в рекавери, где выбираете первую строчку reboot system now. Это позволит его перезагрузить, и он там, какой-нибудь ключ, блокировку графическую, еще чем-нибудь, он сотрет. После этого вводите свой аккаунт Google, которым пользуетесь для активации плеймаркета и пользуетесь. Если нет, то способ из видео ранее, сформатирования куска памяти. Потом можно настроить и пользоваться. Ну, у меня, судя по всему, с ним что-то более жесткое, в рекавери он не заходит, а ждать не лень. Можно, конечно, дать ему полежать, я его просто включаю, и пусть включается. Все. Надоело у меня, надо уже идти домой, времени много. Если остались какие-то вопросы, то ссылка в описании, там есть ссылки, там есть все социальные сети, в том числе, чаще всего я сижу в ВК. Ну, когда выйдет этот ролик, наверняка уже телеграм заработает, не знаю, сейчас работает или нет. Тогда наверняка уже будет. Все самое интересное, важное, полезное с моего канала в полиции полезное, попасть можно с главной страницы канала. Вы вступайте в нашу группу ВКонтакте, ставьте лайк под видео и подписывайтесь на канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!